Ни богатым венкам, ни почётному караулу, ни дорогому катафалку не удалось превратить эти похороны в официальную и торжественную церемонию. Всё было как-то нелепо, немного кривовато. Как сам Георгий Витцин, который при жизни не вынес бы подобного пафоса и предпочёл бы быстро уйти. У него чувство меры, чувство органики было беспредельным. В 98-м году он резко сдал, и все понимали, актёру нужно серьёзно лечиться, но Витцин идти к врачам отказался. В 90-м году Георгию Витцину присвоили звание народного артиста СССР. Но он не явился на вручение высокой награды в Кремль. Мне позвонили, сказали, Георгий Михайлович, ну, принято, наконец, получите диплом, потому что дальше нас ликвидируют. И что с этим делать? Ну что, ваш диплом будет на помойке, что ли? Соседи Витцина думали, что он голодает. И это подхватили журналисты. Он сыграл в достаточном количестве фильмов. И он не бедствовал. Он не бедствовал, понимаете? Он жил как раз нормально. Но выглядел Витцин просто ужасно. Заношенная, как будто с чужого плеча убогая одежда. Небритый, несчастный. Какой-то запах был, я даже не могу сказать. Вот знаете, как старая одежда. Может, этот плащ, который на нём был какой-то. Он кормил бродячих собак и птиц. И со стороны был похож на старого сумасшедшего, брошенного и родными, и государством. Но это была специальная тактика. Что при Ельцине, что в эпоху застоя, что при Хрущёве, Витцин не хотел, чтобы в нём узнавали звезду кино, чурался поклонников, не хотел понебратства с коллегами. Редко кого пускал к себе в душу. Он был действительно человек закрытый. И вот многие отмечали, что он никогда не приглашал коллег в дом к себе. Поскольку он очень часто играл в эпевох, то был не просто любимым, родным для миллионов пьющих граждан и их родственников, которые это терпят. Бортвейну? Не-не. И водку надо пить каждый день в одно время. Он нашёл такого себе масочку, пьяненького такого дурачка, который прекрасно может существовать в этой вселенной. А зрители, наблюдая бесконечные перевоплощения актёра из одного алкаша в другого, всё больше убеждались во мнении «Наш человек выпивает». Его говорили, ну, Витцин, третьим будешь? Нет, я могу быть только вторым или четвёртым. И пока люди пытались сообразить, о чём вообще он сейчас говорит, он быстренько убегал. Москва, 6 сентября 2001 года. Витцин согласился участвовать в концерте, который проходил в столичном театре киноактера. Его попросили заменить заболевшего артиста. Он поставил условие. Хочу выступить первым. Плохо себя чувствовал. Хотел домой. Но это его не спасло. После выступления прихватило сердце. Врачи приняли решение о срочной госпитализации в реанимацию 19-й городской больницы. Я помню, тогда одно издание на обложке опубликовали фотографию Витцина, где он лежит в больнице с трубочками, значит, с какими-то там проводочками. Он попал в общую палату, но рядом разрешили находиться дочке. Врачи стали колоть ему антибиотики, а Витцин всю жизнь отказывался от приёма лекарств. Он скончался 22 октября 2001 года. И в газете «Вечерняя Москва» написали. Актёра, по мнению медиков, подвело его серьёзное увлечение йогой. По этой методике Георгий Витцин занимается едва ли не всю сознательную жизнь. В последнее время врачи предостерегали актёра. Задержки дыхания и излишняя концентрация сил всего организма могут пагубным образом сказаться на здоровье пожилого человека. Однако он не внял их советом. Москва, 25 октября 2001 года. К Центральному дому кинематографистов люди пришли заранее, ещё до начала прощания. Вдова Леонида Гайдая вспоминала, что многие эпизоды кавказской пленницы, над которыми смеётся уже несколько поколений людей, придумал не муж, а Георгий Витцин. Всё, что он делал, всегда входило в картину, потому что у него чувство меры, чувство органики было беспредельным. Впервые легендарная троица появилась в фильме Леонида Гайдая «Пёс-барбос» и «Необыкновенный кросс». Режиссёр дружил с Георгием Витцином и знал, что лучше него никто труса не сыграет. Витцин попал в эту троицу уже народным артистом. Он уже был известный в кино человек. Он самый старший из них, значительно старше их, у которого до этого фильма были великолепные драматические роли. На роль балбеса Гайдай сначала хотел пригласить Сергея Филиппова, но тот был занят на съёмках другого фильма. Никулина режиссёр увидел в цирке. А вот кому доверить роль бывалого, Гайдай понять не мог долго. И перепробовал 20 знаменитых актёров. Михаила Жарова, Игоря Ильинского, Ивана Любезного, Михаила Пуговкина. Но руководитель Мосфильма Иван Пырьев буквально всучил режиссёру Евгения Моргунова, которого снимал не раз в эпизодах. Абсолютная противоположность Витцину. Он был нагловатый. Витцин скромный человек был. Успех «Кавказской пленницы» был грандиозным. Фильм посмотрели 76 миллионов зрителей, купили 100 стран. Он получил приз Каннского фестиваля. Эта троица, она была любима всеми. Весь народ был влюблён в них. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить ещё лучше. Потом троица снялась в «Самогонщиках». И Никулин, Витцин и Маргунов окончательно закрепили за собой звание суперзвёзд советского кинематографа. Не надо было что-то писать в титрах, кто снимается в этом фильме. Если писалось, что в этом фильме будет эта троица, зал был полный. Аншлаг. Интересная и загадочная цепочка дат смерти трёх знаменитых артистов. Они уходили в мир иной через каждые два года и в двадцатых числах. На похоронах Никулина Моргунов спрашивает у Лужкова, Юрий Михайлович, а где нас с Витцином хоронить будете? Что за вопрос такой неуместный? Ну как же? Люди раздосадованные, заплаканные, горем убитые, приходят на кладбище и вдруг видят, лежат. Витцин, Никулин, Моргунов. Настроение поднимается, говорит. Улыбаются люди. И вот сразу всё в порядке. Но похоронены они на кладбищах разных. Прощание с Юрием Никулиным длилось три дня. Такого ни разу не было в истории России. На ночь тело артиста увозили в морг, а на следующий день вновь возвращали на арену цирка. Он там ночевал. Утром как будто на работу. Привозили в цирк. А народ всё шёл, шёл и шёл. На прощании с Евгением Моргуновым людей было мало. Ни театр киноактера, ни союз кинематографистов семье помогать не стали. Министерство культуры сделало вид, что Моргунова не помирал. А вот похороны Витцина союз кинематографистов оплатил и возглавил. И проститься с актёром людей пришло очень много. Начиная там от всех его коллег по цеху, заканчивая стариками Арбата, с которыми он любил общаться, в выцвешившей одежде, в каких-то рваных куртках. Я был всегда смолдовый, нервный и зажатый, как мне казалось. И поэтому я пошёл в актёры. Долгое время считалось, что Георгий Витцин родился в 1918 году. Но на самом деле это не так. Он родился на самом деле в 1917 году. И этим самым он потом уже открещивался от любых юбилеев. Говорил о том, что, ох, а вы уже на год опоздали, я уже родился и, в принципе, не хочу ничего отмечать. Гоша, так называли его близкие, появился на свет в финском городе Тириоке. Уже после Великой Отечественной войны город вошёл в состав СССР и стал называться Зеленогорском. И поэтому и получается, что кто-то говорит, что он родился в Ленинградской области, кто-то говорит, что он родился в Финляндии. По семейной легенде, год в своё время ему скостила мать, чтобы болезненного мальчика взяли в лесную школу, где и учили, и лечили. Места в этой школе были только для очень младшей группы, то есть для тех, кто был рождён в 18-м году. Он же родился таким болезненным, худеньким, маленьким, точеньким. И, конечно, ему вообще говорили маме о том, как он дальше будет жить. О семье и детстве Георгия Витцина известно мало. Мальчик рос без отца. Михаил Егорович в Первую мировую был тяжело ранен, и мать больше замуж не выходила. Он был отравлен газом, и он прожил недолго. А мама устроилась билетёршей в Москве, в колонный зал Дома Союзов. И поэтому, собственно, в Москву они и переехали. Гоша был болезненно застенчив. Он хотел быть лесником и лесодоводом. Его больше, чем люди, привлекала природа. Он даже не мог в школе выступать, говорить, у доски, потому что он начинал заикаться, краснеть. И для него это была мука безумная. И он был такой, я бы сказал, божий одуванщик, по сути, своей. Но в лесной школе был самодеятельный театр. И во время репетиций Гоша становился другим человеком. Он отлично танцевал. И даже получил от педагогов рекомендацию заняться балетом. Работа над ролями как-то помогала сосредоточиться и себя другим человеком представить. Другим человеком. Суздаль. Здесь полвека назад снимались эпизоды одного из лучших фильмов Витцина. Витцин играл мелкого чиновника, которому по сценарию было 25. А актеру в то время было на 20 лет больше. И он сам себе делал молодящий грим, смешав, как говорил, шпатлевку с красной краской. Зачем же вы? Влюблен. А от чего? Через забор? От чувствоваться. И острил, что этот фильм нужно назвать Женеба-бальзамированного. Что, по-моему, очень неплохо. У сцены с поцелуем было 29 дублей. Режиссеру все не хватало экспрессии. И Мородюкова так прижимала Витцина к забору, что в спину актера впился гвоздь. Он мне нравится. Ты мне его. Мне быть домой. А каково было Георгия Михайловича? Вот так целоваться столько раз. Но эта сцена получилась очень веселой. Ну и после этого все. Хоть завтра свадьба, как говорила Купчиха Милотева. И съемочная группа поражалась. Как быстро мог Витцин стряхнуть с себя усталость и вернуться к камере бодрым? Когда объявляли перерыв, предположим, он мог стоя уснуть на 10 минут. Ему этого вполне хватало. Москва, 25 октября 2001 года. На прощание с Георгием Витциным собралось очень много звезд, с которыми он играл в обожаемых всей страной картинах. Фальшивых речей не звучало. Умнейший, талантливейший, беспредельно мой любимый человек. Не было только Евгения Моргунова. Он ушел в 99-м. И Юрия Никулина, который скончался в 97-м. В 90-е у каждого из легендарной троицы был длинный список тяжелых недугов. У Никулина изношенные сосуды, больные печень и легкие, сахарный диабет, который обычно портит характер человека. Но он оставался оптимистом. Любил застолья, выпивал, балагурил. Приготовьтесь. Каюк. Курин был инсулинозависимым. Он кололся. Он спокойно к этому относился, иронизировал. О, я, кажется, слишком сладкий стал. Диабет был и у Евгения Моргунова. И он был мрачен, угнетен, мучил претензиями и злобой близких и немногочисленных друзей. У него дико болела нога, которую в итоге отняли. Но он продолжал работать. Надо было кормить семью. Мучаясь от боли, корчаясь от боли, выходил на сцену и работал, как говорится, на зрителях. Юрия Никулина лечили лучшие врачи страны. О его здоровье пеклись московский мэр и сам президент. Лечащий врач-артиста отчитывался на самом высоком уровне. Ельцин, иди сюда. К нему в клинику ездили все. Лужков, Черномырдин, делегации актеров, из администрации президента и так далее, и так далее, и так далее. А вот Моргунов остался со своей болезнью один на один. Как и Георгий Витцин, который никогда бы не попросил о помощи представителей власти, не стал бы искать выходов на хорошие больницы. Он вообще не хотел обращаться к людям в белых халатах. Из гильдии актеров ему звонили и предлагали какую-то помощь. Он говорит, ну нет, ну зачем же, есть много людей, гораздо более нуждающихся, чем я. И он тихо угасал как-то от этой болезни. Как-то вот так вот свет так закрывался, закрывался, рамп закрывался, и он ушел в темноту. Как-то вот так вот. В детстве Витцин очень любил рисовать. Он находил укромное место и мог это делать часами. Его очень увлекала карьера художника. Он себя пробовал и в живописи, и в скульптуре. В скульптуре даже, может быть, он себя и больше нашел. Но в художественное училище он поступать не стал. Танцы, живопись – выбор был нелегким. В итоге Витцин поступил в театральное училище имени Щепкина. Бился с пути, водил по актеру, как он говорит. Но на втором курсе будущую звезду отчислили с формулировкой за легкомысленное отношение к учебному процессу. Витцин вообще не хотел заниматься дисциплинами, которые не касались мастерства актера. Отчислили его за то, что он относился, так сказать, спустя рукава к таким наукам, если так можно сказать, как политическая, политинформация, да, называли это. На следующий год он подал документы в три вуза театральных и также с легкостью поступил во все три. Поклонники Георгия Витцина убеждены, что этот мужчина был крайне далек от бурных любовных похождений. Ловеласов он не играл. Целовался с Мордюковой почти что в обмороке. Покорнич, вас благодарю. Пошли слухи, разговоры, что у вас было с Витцином и так далее. На что Нонна Мордюкова ответила, да что это за мужик, он ни выпить, ни на женщин посмотреть толком не может. Но в молодости Витцин очень нравился женщинам. И первая большая любовь у него случилась в 18 лет, когда он поступил на работу в театр Ермоловой. То ли у него глаз горел, то ли у него такая вот мужчина, ведь не обязательно иметь роскошную внешность, для того, чтобы нравиться женщинам. Там должно быть что-то другое. Его очень увлекла женщина по имени Надежда Тополева в афишах этого театра. Она была Диной Тополевой, ей было 36 лет. Тополева была известной актрисой и женой худрука театра Николая Хмелева, которого Витцин боготворил и считал своим учителем. Но мужа она оставила. И посвятила себя заботам о милом Гоше. Вскоре после начала романа они стали жить гражданским браком. Тополева была как мама. Она приносила ему витреброды, она приносила ему кофе, чай, все, что ему хотелось. Она следила за ним. Самое удивительное, что Хмелев простил ему эту ситуацию. Он не разошелся с ним, не дрался с ним, не упрекал его. Они продолжали общаться, дружить до конца дней Хмелева с Витцином. Кого встречаете, ребята? Проходите. Витцин начал сниматься в кино. Интересно, что первую роль ему доверил режиссер Юткевич, который в свое время на вступительных экзаменах во ВГИК отшил Юрия Никулина. Сказал, что вы для кино не подходите, ваше лицо будет плохо пропечатываться на кинопленке. В кино сниматься Витцину очень понравилось. Ведь от своей стеснительности он избавиться так и не смог. И прикладывал титанические усилия для того, чтобы выходить на театральную сцену без дрожи в коленях и неприязни к залу, в которой он признавался публично. Мне неприятен зал, мне неприятна публика, мне неприятно, когда на меня смотрят дикое количество глаз. А в кино я группу, которая все это снимает, и народ, я не вижу как бы. Я внутри себя все существую и все. С Диной Тополевой он прожил почти 20 лет. Детей у них не было. Дина была уже в возрасте, родить не могла. И Витцин вполне заменял ей ребенка. Как рассказывают друзья Витциной, рассказывали, он многократно предлагал ей узаконить отношения, пожениться, но Дина сама отказывалась. Москва, 25 октября 2001 года. В такие минуты очень жаль родных знаменитых умерших. Вокруг высокие лица, звезды, скопление прессы и любопытного народа. Нужно держать лицо, ведь твою скорбь покажут по телевизору. Дочь Витциной Наталья в тот день говорила мало и еле стояла на ногах. А вот жена актера Тамара Федоровна настолько плохо себя чувствовала, что на похороны прийти не смогла. После того, как Витцин умер, она практически слегла, и дочь за ней ухаживала. Он влюбился в нее в 48-м году. Тамара работала в театре Ермоловой костюмером, была красавицей, кровь с молоком. Как часто бывает у септильных мужчин, они очень внимательны к женщинам, у которых аппетитных каких-то форм. Предыдущая гражданская жена актера Дина Тополева приняла уход Витцина спокойно. Даже пожелала счастья. И стала на долгие годы подругой Тамары. И можно сказать, что членом семейства. Дину Витцин не бросал до конца ее дней. Он огромное количество денег отдавал всегда ей, и приезжал к ней постоянно, и, как говорили, жил на два дома. Но это не жить на два дома в привычном понимании слова между женой и любовницей, так, чтобы ни эта, ни та, лучше бы ничего ни о той, ни о другой не знали. Нет, это все совершенно в открытую было. В 54-м в семье Витциных родилась дочь Наталья. Долгожданный и единственный ребенок. И девочка тоже дружила с первой супругой папы. Витцин приносил уже пожилой и беспомощный Дине продукты и лекарства и часто брал с собой дочку. Дина даже могла присмотреть за ребенком. Конечно, это в первую очередь говорит не сколько о самих женах, сколько о нем самом, как о человеке, глубоко интеллигентном и порядочном. Та же история была и у Евгения Маргунова. В молодости он был женат на балерине, которая была намного старше его. И создав другую семью, он продолжал помогать своей первой жене. Умирала она у него на руках. Но Витцин Маргунова не любил и принимать не хотел. Какая может у него быть дружба с Маргуномом? Они на разном языках говорили, они инопланетяне. Евгений Маргунов был очень талантливым артистом, но удивительным образом настроил против себя рядовых и более звездных коллег. А уж начальство от культуры его просто не выносило. Ему не давали ролей в новых фильмах, не давали квартиру. Его нигде не хотели видеть, а он им мстил, используя свои фирменные методы – шантаж и шокирующую наглость. Товарищ, который отказал ему в очередной раз в получении звания заслуженный артист, очень горько пожалел об этом. Он не поленился, нашел где-то длинную лестницу, залез наверх, а чиновник, который ему вычеркнул, в это время, значит, там секретарша около стола Шуры-Муры, он взял их, нафотографировал, и потом ему в конверте прислал. И написал, если вы меня в список обратно не внесете, это будет напечатано в газете «Правда» на первой полосе. Ну и как к нему должны относиться чиновники при таком варианте? Евгений Маргунов был вспыльчивым и взрывным человеком. И когда он был рядом с Никулиным, то просто летели искры. Маргунов относился с ревностью к Никулиным. Ему казалось, что вот он в фильмах же, он был из них старший. То есть как он сказал, так они и делали. Он в жизни хотел это перенести, но у него не получалось. Маргунов постоянно подшучивал над Никулиным и часто переходил границы. Однажды пришел к зданию на Цветном бульваре с депутатским значком на Лацкане и стал рассказывать прохожим, что для решения жилищных проблем они могут обращаться прямо к директору цирка. Естественно, народ, наверное, шел за кулисы интересоваться, когда квартира где. Произошла такая скандальная история, да. И они поругались по телефону. Витцин старался быть в стороне от подобных конфликтов. Хамство и фамильярность Маргунова ему не нравились. На гастрое он старался все время увильнуть, уйти куда-то в сторону, потому что понимал, что там, где Маргунов, там может возникнуть скандал или шум, грохот, чего-то еще. Вот. И он его как-то вот так сторонился. Но громкий Маргунов над Витцином подшучивал редко и относился к нему с огромным трепетом. Не раз повторял, ни я, ни Никулин, ногтя Витцина не стоим. Маргунов Витцина очень любил, при том, что вот он был к своим коллегам очень суров и порой даже жесток. Витцина он, ну, просто, если бы были бы силы, он бы его носил на руках, как он его уважал и боготворил. Маргунов с огромным трудом получил звание заслуженного артиста Советского Союза. Славы, почета и денег ему досталось гораздо меньше, чем Юрию Никулину и Георгию Витцину. Народного ему не давали, потому что, ну, в принципе, и фильмография-то у него слабая. Ничего интересного, кроме бывалого, он не сделал в кино. Витцин сделал в кино гораздо больше, и его карьера закрутилась задолго до знакомства с Гайдаем. В 50-е вся страна влюбилась в его Веснушкина. Ну, значит, это другой Веснушкин. Тот, который меня вызывал, был немножко постарше. Когда вас вызывали, вы тоже были старше. Это как дар божий для зрителя был Витцин. Комиков любят вообще. А здесь, кроме чего-то такого ярко-комического, было что-то такое, знаете, подкупающее, что-то очень доброе. Витцину было 40, а он играл вчерашнего школьника. Таких актеров, конечно, очень мало, которые могут настолько измениться ради роли. Я согласен на ничью. Я не люблю слово «гениально». Сейчас все говорят «гениально-гениально». Был, естественно, артист высшего класса. Рассчитывать на роль героического человека или мужчины, который бьется в яркой любовной страсти, Витцин, конечно, не мог. Слишком забавной была его внешность. Георгий Витцин не до конца реализованный, вот точно. Потому что в нем была какая-то тайна величайшая. И все его, с одной стороны, воспринимали как одного из тройки, а он же был очень глубоко драматический актер с эмоциональным таким мощным регистром и возможностями. Витцин мечтал и был достоин «Гамлета». Но всю жизнь играл людей смешных и нелепых. Чей туфля? Мое. Спасибо. Я думаю, что честные режиссеры, а их, наверное, большинство, они знали, что он может сыграть и серьезную роль, драматическую, даже трагическую. Но вместо него комика надо было найти, такого, как Витцин. А где его взять? Первым из легендарной троицы фильмов «Гайдая» умер Юрий Никулин. И так прощались только с Лениным и Сталином. Казалось, что очереди нет конца. Люди будут идти неделю, две, сколько будет возможно. У гроба стояла вся кремлевская рать. Размах похорон подчеркивал. Ушел чрезвычайно важный для государства человек. Его должность директора цирка обязывала его контактировать с властями. Юрий Никулин сделал из пыльного здания на Цветном бульваре настоящее место силы. Цирк при нем расцвел и начал новую жизнь. Никулин был человеком, которого безмерно уважала вся страна. И его поддержка помогла в 96-м удержаться на троне президенту. Я считаю, что выборы, это дело, не шутки. Поэтому сегодня без анекдотов. Согласен. Мы не будем. Поздравить всенародно любимого клоуна с днем рождения к нему домой приходил Анатолий Чубайс. Мы-то будем бить. У нас там жительный случай. Витцин, его не занимала политика. Он не делал карьеры. Ему это все не нужно было. Как-то раз Никулин напросился к Витцину в гости. Прорваться в его закрытый дом было непросто. Но совместный ужин сложился уныло. Им совершенно было не о чем говорить. Они были параллельны. Это были параллельные реальности, которые совершенно не соврекасались. И когда Никулин вышел со своей женой от Витцин, сказал, господи, как я устал. Витцин никогда не хотел иметь дело с высокими лицами. Иметь особый статус. Не понимал Маргунова, у которого была большая тяга к деньгам и подаркам. Об этом слагали легенды. Маргунов постоянно что-то доставал, требовал или выпрашивал. Если он что-то не мог достать, он говорил о том, что вообще об этом попросил Никулин. Это всегда он говорил. Лишь иногда звонили Никулину. И тот, опять этот, господи. Как же он мне надоел. Это были суперзвезды советского кинематографа. И их главным поклонником был Брежнев, который спас кавказскую пленницу. Чиновники Госкино категорически не хотели принимать картину. Не нравились шутки, не нравились песни композитора Александра Зацепина. Одну из них вообще объявили аморальной. Если б я был султан, я б имел трех жен. И тройной красотой был бы окружен. Один из чиновников был возбужден до такой степени, что сказал, что эта антисоветчина выйдет на экран только через его труп. Но, к счастью, Брежнев во время очередного уикенда посмотрел кавказскую пленницу на даче, смеялся, дал добро и велел приласкать талантливых артистов. В Америке сколько им предлагали по 22 штатам проехаться, он говорит, понимаете, Баргонов очень хотел в Америку. Витцину плевать было. На вращении с Георгием Витцином не было ни мэра, ни членов правительства. Но было очень много простых людей, которые любили артиста. Огромное количество народу было. Единственное, что он лежал с бородой, никто его никогда не видел с бородой. Просто он наброс бородой, видимо, в больнице, у него уже не было сил бриться, и не стали сбривать. Проклонники Витцина принесли на панихиду клетки с голубями, любимыми птицами актера. Когда его вынесли гроб, и птицы, голуби, все взлетели в небо, а потом все сели на площадку около лафета, где стоял гроб. У Витцина была собака, которую звали Мальчик, и он кормил бездомных животных. Жители Арбатских переулков нередко становились свидетелями такой картины. Артист шел по улице в сопровождении целой собачьей стаи. А над головой летели птицы, которым он скармливал килограммы специально купленного для них пшена. Тут Хичкок отдыхает, что называется. Там было все. И вороны, и галки, и воробьи, и голуби, и все подоконники на окнах, все бордюры, заборы. Все было, крыша подъезда, все было в птицах. В начале 90-х кино снимать перестали. Самые титулованные артисты остались без работы. Били, страдали, впадали в депрессии, ведущие к смерти. В павильонах Мосфильма дул холодный ветер. Витцину тоже была нужна работа. И он снялся в фильме «Выстрел в гробу». Генерал Коньячков, любитель массажа. Как сегодня была массажистка? Лежит. Дебильный эротический юмор. Он именно снялся в одной из главных ролей, а потом примерно в таком же фильме, но чуть более дистиллированном «Бравые парни». Дальше была эротика в комедии «Несколько любовных историй». Основой был Декамерон Бокаччо. Обошлось без обнаженки, но все равно вышла пошлость. В 94-м Витцина занесло в боевик с элементами мистики. Право не знаю, чем я могу быть полезен. Я всего лишь кукольный мастер. Эти фильмы, они не были ни оценены зрителями, ни критиками, и вообще пылятся где-то там в кулуарах. Ради денег Витцин даже не брезговал съемками в рекламе. Убеждал народ пить отраву, спирт, рояль. Я была как бы аккомпаниатор, я ему аккомпанировала. На рояле стояла большая бутылка рояла, а он пил романс. Я встретил вас, и все былое. Но такие заказы случались нечасто. И Витцин целыми днями ходил по дому в пижаме. Много читал. Телевизор смотрел редко, но включал, если шел белый попугай. Но долго не смотрел. Большинство анекдотов ему казались несмешными. Его любимая фраза была, что написано в трамвае на окнах, не высовывайся. Вот это про меня. Вот никуда не высовывайся. Те, кому удавалось проникнуть в квартиру артиста, потом долго не могли прийти в себя от увиденной обстановки. В комнатах было скопление мусора. Вместо штор на окнах мешки из-под сахара. Запустение было многолетним. Но Витцина ничуть не смущало. Кухня грязная так, как и не было никогда. Шкафы все в тараканах. Посуда немытая. Кофейная везде. Гуща разлита. На столе все свалено. То есть в высшей степени беспорядок, ну как, простите, это как бомж все равно. Когда ему говорили, давайте мы сделаем вам тут ремонт в квартире, у вас там тараканчики. Говорит, это божья тварь. Пусть живет. Витцин только в 50 лет переехал из коммуналки в отдельную квартиру. У звездного артиста никогда не было машины. Он не покупал себе мебель и вообще не обращал внимания на то, как выглядит его жилище. Просто это не было, опять же, его приоритетной ценностью. Ну, слушайте, ездя жить, и ладно. В 90-е много и тяжело болела жена артиста Тамара. И он все время был рядом. Это был преданный муж и всепрощающий отец. Близкие знали, что с дочкой у артиста проблемы. Но какие он тщательно скрывал. Говорили, что у него дома сложная обстановка. Что-то с дочерью там было. Нездорово. Наталья в 90-е жила отдельно. Когда заходила к родителям, пыталась навести порядок. Но отец был против подобной суеты. Бытовые вопросы его не волновали. У него не было зубов. Но он сознательно не хотел ставить протезы. Подвел под это целую философию. Человек приходит в эту жизнь без зубов. И без зубов нужен, должен уйти. Это его постулат. Раньше я ел мясо. А сейчас, говорит, кашку, кисель, компот. Зачем, говорит, мне это нужно? Не нужны зубы абсолютно. Витцин до конца своих дней занимался йогой. Он увлекся ей, когда в Советском Союзе о йоге почти никто не знал. Он делал такие носом глубокие утохи. И потом я видел, как он промывает. Он каждое утро нос промывал ледяной водой. Он стоял на голове. И когда по расписанию, вот съемочный момент, стоп, говорит, мне нужно постоять на голове. Становился на голову, все ждали, стояли. Коллег артиста всегда поражало, как мало Витцин ел. Про такое, говорят, клюет, как птичка. Приглашений на застолье он не принимал. Он говорит, я беру вот орех, орех. Я уже насытил себя. И мне и легко, и не голодно, и ничего. А вы сардельки эти с этой жутью, с этой горчицу. Ребят, не надо. Ребята, ну подумайте. Витцин всю жизнь носил один и тот же размер одежды, что был у него в 18 лет. Он подтянутый был. Он же был, никогда у него не было ничего, ни брюшка, ничего не было. Он был всегда в форме, в хорошем. И главным залогом физического и душевного здоровья Витцин считал отсутствие суеты и стресса. Актер был убежден, что к болезням ведет даже стремительный подъем после сна с постели. Если вы вскочили по будильнику и побежали, у вас нарушения идут, сбои в работе организма. Он страшно боялся врачей. Не принимал никаких лекарств. И просто тихо угасал в своей грязной квартире. Несмотря на то, что у Витцина были деньги, он питался дошираком, потому что ему было лень готовить пищу. И с каждым годом он становился все слабее и слабее. Он скрывал. Он никому ничего не говорил, даже близким, что что-то колет, что-то болит. В преддверии 80-летия близкие стали к нему приставать с вопросом, каким он видит свой юбилей. На что он сказал, отстаньте, жить мне осталось три года. Как он так мог сказать? Почему? Он прожил три года после этого. Он действительно что-то знал про себя. Какой-то неживой запах какой-то, знаете, когда человек энергичный, все иначе. А тут холод от него шел. И я об этом вспоминаю часто. Конечно, в смерти Витцина виноваты врачи. Они просто не знали, что с ним делать. Сердце, почки, печень, легкие. Чистый организм не выдержал атаки медикаментов. Он сказал, я знаю, что есть, я знаю, что было, и я знаю, что будет дальше. Это его последние слова. Он хотел, чтобы после смерти его тело кремировали, и прах был развеян в поле в Подмосковье. Но священник убедил родных артиста, что так поступать не стоит. Георгий Витцин лег в землю на Ваганьковском кладбище. А через пару лет его дочери позвонил один богатый человек и предложил выкупить этот участок. На Ваганьковском кладбище очень дорогие места. Его дочери предлагали крупную сумму, там, несколько тысяч долларов, 20 тысяч долларов, кажется, за то, чтобы она перезахоронила отца. Наталья с негодованием отказалась. А потом с могилы актера украли фотографию, цветы и разбросали землю. Он больше всего на свете любил покой. Но его, как выяснилось, не бывает даже после смерти. У Евгения Мургунова красивое надгробие из дорогого гранита. На могиле Никулина, на Новодевичьем кладбище, целая композиция с любимой собакой. Дочери Витцина после смерти отца не раз предлагали деньги на памятник, достойный масштаба любимого всей страной артиста. Но она поставила скромную стеллу и всем спонсорам отказала. Деньги даже собирали, и она отказалась их взять по той причине, что у нас, как обычно, тот, кто деньги дает, тот и заказывает музыку. А она посчитала, что памятник как бы ее отцу понравился бы. Он был таким стоиком. Жил духовной, душевной жизнью и не любил, не понимал и не принимал ничего внешнего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова